Хотелось бы поделиться с вами словом и перед началом такой пример хотел бы привести вам. Многие из вас в будущем детстве играли с такими простыми игрушками, они были не такие сложные, как сейчас у современных детей, связанные с какими-то современными технологиями и более сложные для нашего понимания. Но были игрушки гораздо проще. У меня был такой кубик, у которого было шесть сторон. В каждой стороне находились определенные отверстия. И в эти отверстия входила только одна фигура. Если это была звездочка, туда входила игрушка в виде звездочки. Если это был цилиндр, то только цилиндр. И как бы я ни старался, будучи маленьким, запихать в звездочку цилиндр не получалось. И таких фигур было очень много. И задача для маленьких детей, чтобы разобраться и понять, что к чему подходит. Поэтому не составляло труда, если ты все вставляешь, как оно должно быть. И все складывается, и получается, ну и тебя за это хвалят и говорят, что ты молодец. Ты утром на задании. Но для этого необходимо было сделать так, как нужно. Сделать по-своему не получалось. Она ломалась, если очень много сил прикладывать. Она приходила в негодность и становилась уже не такой привлекательной игрушкой. Ну, не получалось сделать по-другому. Сейчас с вами мы попробуем разобраться в нашей жизни, всегда ли получается так, как нам с вами хочется. И всегда ли нужно так делать. Давайте обратимся к священному писанию. Первая книга, Саш, 27 глава, буду читать выборочно. Здесь описывается история, когда Давид, будучи в векстве от Саула, который его преследовал и хотел ущить его жизни, он попадает в трудную ситуацию. И что он мне делает, мы с вами читаем. И сказал Давид сердце своем. Когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистинскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его. И встал Давид, а отправился сам, и в 600 мужей бывших с ним, к кампусу, сану, царю Маха, царю Гевскому. Страна, где жили филистинляне, это вражеская страна для израильского государства. Ничего доброго у них не складывалось на протяжении всей жизни, ничего общего они не могли сделать, потому что филистинляне постоянно хотели завладеть этими территориями, завладеть тем богатством, которым владел израильский народ. Все, что они могли, они добыть, из филистинляне у них забирали. Но у Давида не остается никакой причины, никаких, можно сказать, выходов, чтобы быть неубытным Саулом, уйти к врагам. Царь Англес его принимает и говорит, хорошо, живи со мною. И я думаю, он сильно радовался, потому что его войска и его силы, они становились сильнее. Человек, который желал смерти или был врагом царя израильского, к нему присоединился. Для него это очень выгодный союз, чтобы быть с ним вместе. Что же делает дальше Давид? И жил Давид у Автуса в Гефе, и сам, и люди его, каждое семейство в своем. Давид и обе жены его. И донесли с того, что Давид бежал в Геф, и не стал он более искать его. И сказал Давиду Автусу, если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов, и я буду жить там, для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою. Так додал ему Автус Сикелак, потому Сикелак остался за царями иудейскими до ныне. Давид понимает, что жить с этим царем не совсем приемлемо. И он выбирает для себя более, можно сказать, менее выгодный вариант, чем жить с царем, который тебя может всеми почестями привлекать и говорить, что ты мой союзник. Он говорит, я не буду с тобой жить и уходить в другой город. И живет там, и забирает с собой все эти войска, которые у него были, и все семейство свое. Забирает с собой и живет там. Зачем он это делает? Неужели ему было, можно сказать, проще жить там? И там не было царя, который мог тобой восхищаться, мог для тебя какие-то благи оказывать, чтобы тебе было удобнее. Он этим пренебрегает и уходит в другой город. Чем же для нас этот пример, описанный в Священописании, может оказаться полезным? Вот мы с вами рассматривали ту игрушку, в которой есть определенная последовательность. Одни фигуры скалываются только в одно место. Если мы посмотрим на нас с вами, то у нас внутри, не внутри физически, а внутри духовно, есть определенные отверстия, в которые вставляются определенные фигуры. Есть люди, с которыми мне приходилось общаться, у которых нет родителей. Эти люди не похожи на меня, не похожи на других, у которых есть. Почему? У них есть те люди, которые называют себя мамой, у них есть те люди, которые называют себя папой, но они такими не являются. И этот ребенок, живя в этом мире, когда он растет, он понимает, что то отверстие, в котором должна была жить мама, его нет. Туда ничего нельзя положить того, чтобы заменило. И он понимает, что нельзя никем заменить то место, которое должна заменить мама. Эти люди, они ведут себя по-другому, они говорят совсем по-другому, и у них отношение совсем другое к другим людям. Если у тебя была мама в детстве, то ты понимаешь и ценишь ту заботу и ласку, которая была у тебя. Но это то, что может дать только мама. Это не может дать какая-то близкая к тебе женщина. Это не может дать тебе какая-то тетя, которая говорит, что я твоя мама. Она не может это заменить. И этот человек, он прекрасно это понимает. Поэтому если у человека есть определенное место, где должна была жить мама, и она там живет, это великое благо. Поэтому слава Богу, у кого есть родители, у кого есть мамы, у кого есть папы, и которые могут заменить то место, которое есть в каждом человеке. В каждом человеке также есть такая версия, чтобы быть любимым и кого-то любить. Если у тебя этого нет, и нет того человека рядом, и нет того близкого, кто мог тебя подержать в трудную минуту, и нет того друга, то ты пытаешься заменить. Ты пытаешься найти того человека, который бы был тебе другом. У Давида была такая ситуация. Он просто говорит, я буду тем человеком, который будет тебе помогать. Ты приобрел благоволение в моих очах. Но Давид говорит, ты не мой друг. Ты не мой, ты царь, ты... В какое-то время я нахожусь у тебя, и я ухожу в другой город, я не хочу быть с тобой. Я не хочу, чтобы ты был моим близким другом. Почему? Давид это прекрасно понимал. Что ферестемляне это враги израильского народа. В какой бы трудной ситуации он ни находился, он понимал, что это враги. Как бы хорошо они к нему ни относились. Какие бы слова они ни говорили, какие подарки они к нему ни дарили, он сразу в своем сердце решил, это враги. Ничего общего я с ними не имею, и уйду в другой город. Поэтому, если мы с вами хотим заменить то место, которое в каждом человеке отведено для Бога, ведь Господь создал и говорит, что для меня вы храм, вы то место, где я буду жить. Если вы хотите это место кем-то заменить, как, допустим, это бы мог сделать Давид, заменить этим царем, то это бесполезно. И большинство проблем в жизни человека получается из-за того, что он пытается это сделать. Человек, который не познал Бога и не знает, что ничем заменить Бога нельзя, он ищет в этом мире. Таких людей очень много, и о многих мы все с вами прекрасно знаем. Это могут быть наши родственники, это могут быть наши близкие, у которых есть одна проблема. В то место, куда нужно поставить Бога, они ставят все, что угодно. И такой пример приводит, что зачем люди собираются, можно сказать, в гаражах, они там общаются. Вот я, будучи маленьким, я не понимал, зачем взрослые дяди ходят в гараж? Неужели они так часто, так сильно любят свои автомобили? Оказывается, нет. И как говорили уже, что они идут туда не с пустыми руками. И все прекрасно понимают, что они там делают. Так они пытаются заменить какую-то пустоту внутри, каким-то спиртным, какими-то непотребствами, чтобы тебе стало хорошо. Чтобы какие-то проблемы, которые есть у меня в семье, какие-то проблемы, которые есть у меня с близкими, я могу заменить и решить. Но я не решу эту проблему. Я заменю только временно. От этого и получается большинство проблем, когда человек пытается то место и место общения с Богом заменить каким-то средством. Он может сидеть в компьютере целыми днями и заниматься всем, чем угодно, вместо того, чтобы в то место положить Бога, и чтобы уделить какое-то время для его общения. Он будет постоянно туда что-то складывать, постоянно какое-то туда вести, и в конечном итоге ничего доброго это не приведет. Игрушка в детстве, в которую ты пытаешься засунуть то, что туда не засунуется, она ломается. Какую бы ты силу-то ни прикладывал, будучи уже большим, и ты можешь туда засунуть и сказать, что я это сделал, но ты сломал. Ты можешь решить проблему, которая у тебя внутри, но ты сломаешь свою жизнь. Ты можешь сломать жизнь своих близких, ты можешь ничего доброго для них не сделать, а еще и навредить, благодаря тому, что ты заменил то место каким-то непотребством. Если мы вернемся к нашей истории, то мы поймем, Давид, он понял, у него друзей у филистимлян нет, он будет жить в другом городе. Если на той земле, в которой он жил, в которой он родился и рос, там жило его все семейство, там ищут его смерти. Он не говорит, что я сейчас уйду к тому царю, и вместе с ним мы тебя свергнем, Саул, мы будем очень сильные вместе, создадим сильную армию, чтобы тебя победить. Он не так делает. Обратимся к Новому Завету и откроем Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. Сих говорит нам о том, что в жизни много проблем есть, но как их решать? Как найти Бога для себя? Как положить Бога в то место, которое для Него предназначено? Можно с вами прочитать. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и за твои вредные, помолись отцу к твоему, который в тайне, отец твой видящий тайны, воздаст тебе явно. Когда было трудно, когда было тяжело, что делает этот человек, и что говорит Иисус для народа, с которым он беседует? Ты, когда видишь, что тебе трудно, ты войди в свою тайную комнату. Где может находиться эта тайная комната? Она может находиться дома, физическом, что ты бы зашел, закрыл дверь и мог помолиться, встав на колене. Это может находиться в другом месте, например, на работе. Может ли это находиться там, где мы находимся, в далеком месте, где нет наших родственников, мы вынуждены там по работе находиться. Там может быть эта тайная комната? Она может быть везде. Ты можешь везде приходить к Богу и с Ним общаться, но Господь говорит здесь, чтобы ты приходил ко мне. Ты не приходил к друзьям своим в гараже, не приходил к друзьям своим, которые на рыбалку ходят не для того, чтобы рыбу ловить. Чтобы ты не приходил туда, где ищут другого, чтобы заменить. Для всех на нас проще, и со школьных времен мы это с вами прекрасно знаем, проще списать, чем выучить. Проще придумать какую-то отговорку для родителей и сказать, что мне плохо и я болею, вместо того, чтобы пойти в школу. Можно придумать и сказать, что мне сейчас нехорошо, я не пойду на работу. Это проще сделать. Мы заменим то, чем мы должны сейчас заниматься, но мы не решим проблемы. Мы не обретем знания. Мы не будем работать, чтобы зарабатывать на хлеб себе и ближним нашим, за которых мы будем ответить. Мы будем это заменять какими-то причинами. Но Господь говорит, что вы не этого искали. Вы искали того, чтобы можно было прийти, встав на колени перед Богом и сказать, что у меня есть проблема, Господи, помоги. А Господь говорит, видящий тайны, воздаст тебе явно. Господь говорит, что Он воздаст и ответит. И мы откроем еще одно место Священного Писания, то, о чем говорит Давид. Солом 17, 7 стих. «В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему назвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Хотелось бы обратить на такие слова. «И Он услышал». Он не проигнорировал, он не забыл, он ответил. И Давид постоянно этим пользовался и говорил, что в каких бы трудных ситуациях я ни находился, вплоть до такой, что мне нужно было уйти с той страны, где я жив. И с той страны, где у меня все было хорошо, я вынужден был уйти. И находясь в этой тесноте, я не стал надеяться на царя, который был рад, потому что я с ним нахожусь. Я не стал надеяться на тех, кто могли бы мне помочь. Я не стал надеяться на спиртное. Я не стал надеяться на тех друзей, которые желают мне не совсем доброго. Я стал надеяться на Господа. И в своей жизни я, в тесноте, в тех трудностях, я не забыл, что я дитё Бога. Что для меня Господь приготовил тот город, на котором пропел хор. Что для меня приготовлено нечто большее. Но только в том случае, если в этот кубик, который живёт во мне, и в то место, которое предназначено для Бога, я не положил какое-то неподребство. Я не положил туда то, что туда не предназначено. Но я выбрал самое ценное, что туда подходит. И это был Господь. Давид в дальнейшем, если будете читать и изучать слово, то вы поймёте. Он выиграл в данной ситуации. Он вышел победителем, потому что когда-то он решил, что в своей тесноте и в тех трудностях, я буду полагаться на Бога. Желание сердца молиться о том, чтобы в нашей жизни мы с вами полагались больше не на себя. Полагались больше не на то, чем мы можем гордиться и говорить, у меня сейчас есть что-то. У меня есть то, чем я сейчас могу гордиться, мы могли надеяться на Бога. Потому что не хотелось, чтобы трудные ситуации приходили в нашу жизнь, а чтобы мы могли славить Бога и складывать Его в наше место, которое для Него предназначено. Именно сейчас. Аминь.